Слава Украине! Привет всем от Полонского! Ребята, есть апдейт по вот этому самолету Ил-76, который сегодня навернулся и был закобзонен в Ивановской области. Аэродром Северный, не аэропорт, а именно аэродром Северный, военный аэродром. Значит так, этот аэродром является базой как для транспортников этих Ил-76, так и для самолетов ДРЛО, дальней этой разведки А-50. И там, и там, на этом аэродроме частенько бывают экипажи этих А-50. И есть большая вероятность того, что среди закобзоненных на вот этом вот Ил-76 были и операторы, соответственно, или же летчики с А-50, что гораздо более важно. Ил-76, напомню, это транспортник. Кстати, вот командир этого корабля, там уже по нему уже некрологи пошли, воздушного судна, конечно же. Вот. Он был замечен в том, что, и вообще, он сам говорил, что он перевозит снаряды для российско-фашистских войск в Украину. То есть, награда нашла героя однозначно. Кто бы и как бы не привел к этому замечательному устранению Ил-76, то награда вот этого как раз путинского, путинской шавки, вот этой, которая летала там на этом самолете, она его четко очень хорошо нашла. Вот. Это один момент. Ну, а второй момент, значит, что сначала говорили о том, что на борту было 12 расистов, 8 членов экипажа и 7 пассажиров. Извините, 8 членов экипажа, 4 пассажира, потом говорили, что 15, потом оказалось, что их было 16. 8, соответственно, и 8. И самое интересное, я же повторяю вопрос, кто были вторые 8? Конечно, они сейчас эту информацию будут ныкать. Сначала они говорили, сначала были слухи о том, что это были ФСБшники и это были служащие Росгвардии, потом сказали нет. Все-таки, скорее всего, там были, там перевозили летчиков, других летчиков, либо же членов экипажа, скорее всего, самолетов дальней вот этой вот разведки. Если это действительно так, то это действительно дважды джетпот, потому что подготовить грамотный экипаж на А-50, это месяцы работы, если не годы. Вот так вот, ребятки. Так что, у нас сегодня, если все-все-все идет так, как надо, то у нас сегодня двойной джетпот по этому Ил-76. Все будет Украина. Украина. Продолжение следует...